Добрый день, фурнитура квадром от чешского производителя Ростекс, то есть мы видим ключ работает, замок открывается. Это установка нами сооружена специально для испытаний. Цель наша испытать эту фурнитуру на стойкость ко взлому. Наиболее распространенный метод взлома это так называемый чисел тест. По международной классификации это взлом с помощью зубила и молотка и так но на помощь мы возьмем инструмент в народе называемый фомко. То есть ломик полметра длиной попробуем поломать. Итак, поехали. Первое. Производим удары с помощью зубьев. Сейчас снизу подкрыть. Просто молотком. Ну, молотком я не думаю, что что-то... Ну смотри, она вот даже согнулась немного, но не поддается. А ну молотком, фигарь молотком со всей силы. Фигарь по ней. Она явно двигается. Смотри, она, он и скромсалась вся. То есть она ходит немножко на болтах, но ничего с ней не происходит. Сейчас попробуем еще раз. Стоит хорошо. Сейчас сделаю. Видите, я своей 100 килограммовой более чем массой налягаю. Ну что, Илья, у нас уже 10 минут. Да. 10 минут ты пытался ее сломать, она как бы пока не сломает. Она высылая, я думаю, что для теста... То есть понятно, что мы здесь можем час стоять и ее там убить, но 10 минут уже, по-моему, хороший показатель. Как ты считаешь? Я считаю, это хороший показатель. 10 минут такого активного взлома. Причем надо понимать, что 10 минут и мы ее не сломали вообще там. Да, ну он побили. Да, она побилась, но она свою функцию выполняет. И так, мы провели первый тест так называемого вандального взлома. Вандальную атаку, мы видели, фурнитура выдержала, хотя и скромсалась. Теперь проведем другой более, как говорится, можно так сказать, аккуратный интеллектуальный тест. Это метод высверливания фурнитуры. Для этого мы используем набор сверел и шуруповерт с функцией двухскоростной, Макита с функцией сверления. Умышленно не будем использовать дрель, электродрель, потому что с собой взломщик дрель электрическую не носит. В основном используют шуруповерты. Итак, для начала мы ее разметим. Надо сказать, что взломщики обычно изучают предмет своей атаки. Они знают, где расположены винты и крепления фурнитуры. Поэтому они делают шаблоны. Они не размечают, а делают просто шаблоны, которые прокладывают и отмечают места для сверления. У нас шаблона нет, но мы знаем расстояние для крепления винтов. Поэтому мы ее разметим. Я умышленно отошел, чтобы не показывать это расстояние, дабы не провоцировать лихих людей. Опять же, так скажем, мало кто и взломщик как кирнит, но мы накирлим. Все таки. Итак, приступаем к сверлению. Металл явно упрочленный, потому что строжка идет кусками. Поехали дальше смотреть. Поехали дальше. Итак, мы заменили аккумулятор и продолжим наше испытание. Снова аккумулятором так водится лея. Даже солнышко вышло на горизонте. Закусывать надо. Но не сдается. Хорошо. Шуруповер достаточно мощный. О, все. Это мы прошли. И проходим. Точек у нас гармонит. Заломенное тело, поэтому не очень это все удобно производить. Заломное тело. Заломное тело. 15 минут. Это по французским тестам. Это три звезды. Заломное тело. Заломное тело. Заломное тело. Но оно стоит. Что самое главное. Удивительно. Заломное тело. Согласна. Илья, попробуйте с того углубить. Сейчас. Сверху. Вот раскачать ее. Правый верх. Хотя тут. Законы физики действуют. Неумолимостно. Я даже на одном винте. Она хорошо упирается всем телом. Вот здесь. И как я говорил. Она не полая внутри. Она заполненная. Заполненная реальным металлом. И он. Упираясь. Не дает. Попробуем. Опять с этого края. Она уже идет. Она уже идет. Это уже называется больше. Как говорят. Как говорят, вы решительный фриз, как говорят, башечка. Это не ломнет, не ломнет взлом это уже. В этом все фишки, я так понимаю, конструктора была, который разрабатывал, в том, что она имеет хорошую площадь опоры, и она, упираясь, сопротивляется взлом. Она так потерпела немного, да, плюс, надо сказать, ты ее помучил, так не слабо, хочу тебе сказать. Да, да. Кстати, хотел бы показать, реально каленый, каленая фонка, груздодер, она согнулась, погнулась, причем усилия тут достаточно серьезные, погнуться в таком, на таком коротком расстоянии. Сейчас мы попробуем, посмотрим, есть ли у нас азот, попробуем издеваться еще азотом. Издеваться так издеваться. Итак, поехали. Аккуратненько наливаем азота. Вот, зашибись. Ну, ребята, тут азота хватит. Хватит. Писаток, ловушек, заморозите. Очень, это, бегущий, видишь. Бежит. Ну, не бежит ничего. Он туда не попадает. Он явно и на меня бежит, но он ничего-то не будет. А ну, смотри, капли, смотри, капли прикольные. Они, как это самое, как ртуть. Итак, вы видите, мы поливаем это жидким азотом. А, у меня ноги уже мерзнут. Дорожненько, я поливаю, поливаю, продолжаю. Сейчас все, вес азот. Наша задача охладить ее как следует. Я вылию вес азот. Ну, а что, минус 170... 196. Нет, 172 градуса. Минус 196. 178. Ну, жене, ну, надо бы, подсмотрим. Ну, явно не минус 30, не минус даже 50. Ноги мерзут, это ощущается. Слушай, ну, прямо дым такой валит от него, блин. Да. О, 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 о. О, 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 посмотрите, краска отмороза. Да, вот тебе милый. Окраска, она, видите, какая стала. Я просто, это азот как действует, да, не слабо? Да, окраска стала ломкой, ломкой. Ты сейчас быстро молотком бьешь, понимаешь? Да, да, конечно. Сейчас мы молотком и зубилом попробуем, как же. Итак, мы вылили весь азот, ребята. Бьем, берем опять молоток и пробуем бить по ним. Продолжаем. Не стыдно, не издеваться. При этом мы видим, что самому протектору, как говорится, хоть бы хранит. Так, попробуем его. Кстати, от протектора, вы видите, пар идет. Понятно, он уже холодный, блядил. Он охладился очень хорошо. Он охладился хорошо. Да, по-моему, бля, фиг, сумеет бить просто молотком. Да, на самом деле. Причем я бью по тому углу, где удалось. Да, ну давай посмотрим, что происходит с замком. Да, мы видим, что она покрывается, и смотри я. Слушай, он покрывается, да. На глазах. Но подожди. Ага, слушай, и не покрылся. Языком покрылся. Да, да, подходи его, сейчас язык приводишь. Ну, слушай, ну поколотил ты его не кисло. Да. Ну, что, смотри, в принципе уже... Даже отламывались вот кусочки. Ну, уже это делаем минут 20, наверное, если чистое время взять, то не меньше. Ну, даже можно сказать, азот он не предусмотрен. Ну, понятно, азот это мы... Это наша была. Короче, давай закругляйся, потому что у меня уже батарейка заканчивается. Ну, и так можно сделать выводы. Фурнитура выстояла. Это основное заключение. То, что она дает, невзирая на то, что фурнитура накладного монтажа, дает защиту и безопасность цилиндров вашего замка и вашему жилищу. Илья, украинская Локсмайстер Федерация. Спасибо.